Здравствуйте! Сегодня я расскажу о проблемах осанки. И темой нашего разговора будет ромбовидная мышца. Основной нашей проблемой является длительная работа в положении сидя. Будь то офисная работа, либо за мониторами компьютера, когда ромбовидные мышцы расслабляются, увеличивается грудной кифоз и нарушение осанки, чтобы вам было понятней, выглядит по типу сутулости. Такое нарушение осанки может сопровождаться болью в грудном отделе позвоночника, дегенеративно-дистрофическим заболеванием, остеохондрозом, патологией межпозвонкового диска, патологией грудного корешка. Что же необходимо делать для того, чтобы исправить все вышесказанное? Я предлагаю вначале разобраться в строении функции ромбовидной мышцы. Ромбовидная мышца – это та мышца, которая отвечает за осанку. Располагается она в межлопаточной области, под трапециевидной мышцей. Берет она свое начало от остистых отростков четырех верхних грудных позвонков и крепится к медиальному краю лопатки. Сокращаясь, ромбовидная мышца выполняет следующую функцию. Она слегка приподнимает лопатки и сводит, приводит их к позвоночнику. Следовательно, зная функцию ромбовидной мышцы, я могу посоветовать вам очень простое и очень эффективное упражнение, которое вы можете выполнять даже в домашних условиях. Что для этого необходимо? Необходимо для этого всего лишь простой эспандер. Фиксируем эспандер ногой, немножко наклоняемся туловищем вперед и выполняем следующее движение. Мы слегка приподнимаем лопатки и сводим их к позвоночнику. Такое простое упражнение при условии, что вы будете выполнять его правильно, ежедневно. Это будет отличной профилактикой дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника остеохондроза. Это будет хорошей коррекцией осанки и риск, что у вас будут проблемы с межпозвонковым диском, с корешком, будет минимальным. Что хочу сказать спортсменам. Ромбовидная мышца не требует определенной тренировки. Участвует она фактически в том стандарте, в той базе, которую вы выполняете ежедневно. Участвует она и в становой тяге, участвует она в тяге штанги в наклоне, в тяге верхнего блока, в подтягиваниях и в отжиманиях. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Оставляйте ваши комментарии под видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить мое следующее видео. Всем спасибо, всем пока.